Несмотря на то, что меня упрекают в комментариях, что я не воздерживаюсь сам полностью, уже прошел почти как месяц с моего полового воздержания. Завтра будет ровно месяц, и чувствую я себя отлично, несмотря на то, что у меня были триггеры, то есть мне показывали сексуальные фотографии, видеоролики, у меня было возбуждение, выделялся предоекулят, но я потом аккаунты эти кидал в бан и не срывался. Но все равно это портит качество воздержания, то есть надо, чтобы было максимально чистое, настолько же чистое, как и мои отношения с моей аудиторией, максимально прозрачные. И еще хотел вам рассказать, что на воздержании, как я уже и говорил, первое, что мы хотим, это не тестостерон, не повышение тестостерона, а улучшение качества жизни. А качество жизни улучшается за счет повышения дофамина и немножечко серотонина. Серотонин должен быть в норме, он не должен быть слишком заниженным и слишком завышенным, даже с антидепрессантами. Если он будет слишком завышенным, тогда тебя будет устраивать твоя жизнь, ты не хочешь ничего менять, все будет на своих местах. Но если же он заниженный чересчур, ты бываешь в режиме бойца, в режиме викинга. У викингов заниженный серотонин, завышенный дофамин, они все время в боевом режиме, поэтому нужно, чтобы он был немножечко средненьким. А дофамин, чтобы был завышенным, чтобы у тебя была мотивация творить, создавать какие-то новые проекты, какие-то новые дела в своей жизни, чтобы у тебя было творчество и созидание. И да, с мыслями, вот кто не знает, у меня проблемы с внутренним диалогом, что я иногда, какие-то хульные помыслы приходят мне в голову, неприятные, то есть я чувствую неприятные эмоции от своих же мыслей. И это происходит от того, что я боюсь, то есть когда мы чего-то боимся, ой, я боюсь подумать плохо про свою аудиторию, или я боюсь плохо подумать про какого-то мне близкого человека, про Бога боюсь плохо подумать. Тогда эти мысли приходят, потому что ты их боишься, либо я боюсь сорваться, и ты по-любому сорвешься, я боюсь полюции, полюция по-любому будет. Любая вещь, которую ты боишься, она по-любому случается, но это лишь делает тебя сильнее, страх делает тебя сильнее, потому что он тебе дает толчок. Ты боишься, и ты развиваешься, и он тебя толкает, чтобы ты двигался дальше по жизни. Меня именно это и помогло, именно этот страх, страх людей. В один момент у меня была паранойя, мне казалось, что меня чуть ли не преследуют. Хотя сейчас я чувствую именно уверенность, мне приятно общаться с людьми, я заражаю их позитивной энергией. И надеюсь, что вас я тоже, мои дорогие подписчики, заражаю своей позитивной энергетикой, что вы от меня получаете какую-то мотивацию, что вы тоже продолжаете воздерживаться. Как я уже сказал, что хоть меня и упрекали, что я там не воздерживаюсь полтора года и срываюсь, все равно я продолжаю воздерживаться. И ошибки совершает каждый человек, каждый человек имеет право ошибиться. Мои подписчики тоже уже несколько лет могут бороться с этой привычкой, и потом обратно могут падать, потом обратно подниматься. И сейчас у каждого разный период в жизни, и это не делает нас хуже, как личность. Типа я, если сам не бросил, это не означает, что я не могу давать дельные советы, потому что у меня есть богатый опыт насчет этого. Я могу с вами делиться им. И хотел еще вам рассказать, что насчет проекта. Так как я ленивая задница, я его записывал всего лишь в течение 6-7 дней, каждый день. И потом перестал. То есть у меня были другие дела, и я там учился. Последнюю неделю я учусь, хожу на учебу, общаюсь на французском языке. Кстати, кому интересно, я еще про уверенность в общении могу записать видеоролики, как контактировать с собственными. И поэтому я записал всего лишь 6-7 дней. И захотел бы вам помочь, мои дорогие друзья. Я готов помогать вам своими советами и отправить этот файл абсолютно бесплатно. С учетом того, что если вы хотите обратиться ко мне за помощью, как к психологу, если вы хотите именно поговорить со мной о своих проблемах, обсудить, что вас парит. Не только касаемо анонизма или воздержания. Это вы можете со мной обсуждать сколько хотите, я могу бесконечно давать вам советы на этот счет. В комментариях я отвечу абсолютно бесплатно. Но если вы хотите поговорить со мной вживую, то за какие-то гроши мы можем договориться уже в ВКонтакте. Вы можете меня попросить. Извиняюсь за свой голос. И мы с вами обсудим цену сами лично. То есть договоримся. И в этом никаких проблем не будет. А пока что я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно было вам интересным и я смог грамотно донести до вас свою информацию. С вас лайк обязательно и комментарий на тему нового видео. А также подписывайтесь, если вы на меня еще не подписаны. Всем удачи!